С возвращением на YouTube Плана Би. Сегодня мы поговорим с вами о моих предсказаниях на 2024, основанных на семи графиках. И первый график — это модель Stock to Flow. Этот график на самом деле даёт нам три предсказания. И первое — это стоимость модели. Стоимость модели на период после халвинга, а также на весь 2024. И она составляет 532 тысячи долларов. И ещё один вывод, который мы с вами можем сделать из этого графика, в том, что каждый раз, когда происходит халвинг, когда модель подскакивает в 2012, в 2016, в 2020 и снова в 2024, и цвет подскакивает с голубого в красный, это цена биткоина касается цены модели. И цена модели в настоящий момент между 50 и 60 тысячами. Так что я думаю, что в последующие 4 месяца до халвинга мы начнём наблюдать рост цены биткоина ещё дальше, в направлении территории 50-60 тысяч. И третье, что мы здесь видим, заключается в том, что цена не сразу же поднимается после халвинга, а с некоторым запозданием. Верно? Это основная фишка модели сток-то-флоу в том, что халвинги удваивают дефицитность коэффициента сток-то-флоу, из-за чего цена также подвергается пампу. Но мы с вами видим, что обычно на это требуется некоторое время. И я думаю, что после халвинга цена не сразу идёт в памп до 532 тысяч, а памп будет медленный. Так что даже возможно, что это произойдёт в течение 2025-го. Рост цены до стоимости модели в 532 тысячи долларов. На следующем графике у нас представлена модель рыночных циклов биткоина. И это не график предсказаний, а скорее является моделью для обнаружения, которая подсказывает нам, в какой фазе мы находимся. И сейчас мы находимся в фазе накопления. Именно там, где и должен быть биткоин. И где мы ожидали это. А следующая фаза является бычьим рынком. То есть мы сейчас попросту ждём красной точки. И это совершенно обычная ситуация для рынков, когда сначала идёт зона накопления, потом бычьи рынок, потом распределение, затем медвежий рынок, и люди снова начинают покупать, накапливать, затем идут в бычий рынок, начинают продавать, распределять, начинается медвежий рынок. А сейчас, да, как я и сказал, мы попросту ждём красную точку, и когда появляется красная точка, то происходит... Раньше мы получали 100-кратные иксы в первые несколько бычьих рынков, но в дальнейшем это немного замедлилось, до 10 икс. И даже немного меньше, чем 10 икс. Но я не ожидаю уменьшающихся прибыли, потому что мы находимся лишь на 2-3% распространения, и если мы продолжим движение по S-образной кривой и закону Метклфа, то до наступления 50% сокращающиеся прибыли невозможны, а будем ожидать экспоненциальный рост ещё несколько лет. Так что я... да, я ожидаю замечательные 10 икс, которые приведут нас где-то в эту зону, что соответствует модели сток-то-флоу. И третий график — это график с техническим анализом, индекс относительной силы, или RSI. RSI показывает нам импульс, а также ситуации перекупленности и ситуации перепроданности. Здесь у нас жадность, а здесь у нас страх. Бычий рынок, медвежий рынок, жадность, страх. И это похоже на приливы и отливы. И недавно у нас закончился медвежий рынок. А сейчас мы с вами заступаем на бычий рынок. И следите за всем, что больше 50. Так что большая часть биткоина является восходящим трендом. А все, что ниже 50 — это даунтренд. Поэтому ранние медвежьи рынки находятся ниже 50. И у нас это недавно было. Так что сейчас мы движемся в бычий рынок. И таким образом, из этого графика мы можем сделать два вывода, на мой взгляд. Первый — это четыре следующих месяца в направлении к халвингу являются аптрендом. То есть ситуации, в которой мы с вами увидим неспешный подъем в направлении к халвингу с текущих 42-43 тысяч, что приведет нас, вероятно, к диапазону 50-60 тысяч на момент халвинга, что соответствует модели сток-то-флоу. А уже после халвинга мы пойдем вот в этот очень резкий, с большим наклоном аптренд, с высокими значениями и красными точками. Но из этого графика мы не сможем определить, как высоко мы поедем. На следующем графике также представлен технический анализ — это скользящие средние. График 200-недельного скользящего среднего, то есть около четырех лет. И он всегда растет. И здесь мы с вами видим, что халвинги — это 2х, или же в 50% выше вот этой линии. 200-недельные скользящие средние сейчас находятся на 30 тысячах. Так что это приведет к халвингу диапазон от 45 до 60 тысяч долларов. Опять же, в том же диапазоне, что и модель сток-то-флоу и индикатор RSI. А после этого появляются красные точки, бычий рынок, что уводит биткоин в этот диапазон от 100 тысяч до 1 миллиона. И да, это широкий диапазон, но при этом это довольно хорошая прибыль, а также предсказание, что также делает довольно хорошим примерную правильность, чем точную ошибочность. Следующий график. Реализованная прибыль — это информация, основанная на данных ончейн. Все биткоины, а также все транзакции, которые мы здесь с вами видим, являются реализованной прибылью и средней себестоимостью всех этих биткоинов. И темно-синяя линия — это двухлетнее значение реализованной цены. Это реализованная цена за 5 месяцев, то есть значение, выраженное в себестоимости. И крупный паттерн, который мы можем видеть во время медвежьих рынков, это то, что биткоин опускается ниже уровня себестоимости, после чего он начинает постепенно подниматься выше уровня себестоимости, останавливается в преддверии бычного рынка, а во время бычьего рынка весь этот уровень себестоимости начинает подниматься. Зачем останавливается, после чего цена снова опускается ниже уровня себестоимости, что, конечно, означает «медвежий рынок», после чего цикл повторяется. Так что прямо сейчас мы оставили медвежий рынок позади себя в 2022-м, а сейчас пересекли, точнее, цена биткоина пересекла общий уровень себестоимости каждого биткоина. Так что сейчас очень многие находятся в прибылях. А биткоин находится над уровнем средней себестоимости, а средняя себестоимость поднимается, особенно вот здесь, вы видите, цена реализации снова начинает подниматься, что сигнализирует о начале бычьего рынка, который уже идет. И, конечно же, то, куда это нас заведет, возможно, в этот уровень 100 тысяч, от 100 до миллиона, если история хоть что-то нам может подсказать. Говоря о биткоинах в прибыли, то мы здесь видим желтую точку, точнее, желто-оранжевую, что значит почти 19% всех биткоинов, если говорить точно, то 19,5% биткоинов находятся в прибыли. Единственный, кто в минусе, это закупившиеся на самой вершине, в 2021-м. И паттерн означает то, что если желтый цвет, то следующим будет красный. Красный означает бычий рынок, синий означает медвежий рынок, затем красный, затем синий, красный, синий, красный, синий, и затем снова красный. И сейчас мы снова ждем красный, но мы знаем, когда есть желтый, то последует красный. И да, это очень интересный знак. И последний график. Если мы следуем модели Stock-to-Flow, а все остальные графики, которые по сути подтверждают модель Stock-to-Flow, то халвинги являются очень значимыми событиями, и все увеличения цены биткоина происходят рядом с халвингом. Соответственно, мы можем сделать торговое правило, например, покупая за 6 месяцев перед халвингом, а продавай в течение 18 месяцев после халвинга. То есть в рынке вы будете 2 года, а вне рынка также 2 года, внутри этого 4-летнего цикла. И мы видим, что фиолетовая линия, которая рядом с халвингом, приближается к цене биткоина, после чего вы выходите из рынка и остаетесь на горизонтальном уровне, потому что ваша позиция — это кэш. А перед халвингом вы снова входите в рынок. И что ж, этот паттерн сейчас зашел в рынок 1 ноября, так что у нас уже есть 2 месяца с прибылями, плюс 22% прибыли. Так что очень интересно увидеть, что последующие 4 месяца в направлении к халвингу нам принесут. И затем, конечно же, 18 месяцев после халвинга, где мы будем с вами ожидать увеличения цены. Так что будет очень интересно увидеть, останется ли действующим это торговое правило, и мои деньги полностью в нем. Но, конечно же, вы должны принимать сами свое решение, производя финансовые исследования. И, конечно же, это не финансовый совет. Ведь я могу ошибаться. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова